С 1 ноября на Чебоксарском агрегатном заводе ввели процедуру банкротства и конкурсного производства. Но предприятие продолжает работать. Ситуацией на месте ознакомился премьер-министр Чуваши Иван Моторин. Банкротство ввели из-за больших долгов агрегатного завода. Но это совсем не значит, что поставили крест на производстве. Предприятие продолжает выпускать ходовые системы и запасные части для промышленной и сельскохозяйственной техники. Производит загрузка мощностей, освоение новой продукции. Сегодня мы видим, что планы у агрегатного завода по году выйти в объемах в два раза больше 2018 года. Идет изменение логистики, номенклатуры товарной. То есть завод развивается и надеюсь, что все планы будут осуществлены. Рост промышленный, который зафиксирован у нас по 10 месяцев, 104,8%, он в первую очередь связан с работой предприятий концерна. Это сегодня драйв для развития всей промышленности. Коллектив и производственные компетенции предприятия сохранены. Работников и оборудование юридически перераспределили в другие компании концерна. А фактически все остается на своих местах, на тех же площадях, как это было и раньше. Руководство уже строит планы по использованию мощностей агрегатного завода в новом статусе. Понадобятся еще рабочие. Мы расширяем номенклатуру железнодорожного литья, номенклатуру тракторного литья. Осваиваем продукцию для комплектации импортной техники. Катерпиллер, КамАЦу. Мы гусеницы уже умеем выпускать. Гусеницы, катки выпускаем. Поэтому мы не собираемся на этом останавливаться. Сейчас ведем переговоры с Вольво, чтобы на их технику, которую они собираются выпускать в России, тоже литье, паковки, механичку делать здесь. Станочники нужны. По поводу литейного, я думаю, что мы некоторое время приостановим набор в литейное производство, потому что нужно соптимизироваться. Два завода слились, номенклатуру передать. Но по агрегатному заводу, кузнечное производство, механическое, это люди нужны, станочники нужны. Здесь дефицит нужен. Повышение качества продукции и расширение рынка сбыта руководство считает своей главной задачей. Оказывается, вся всесторонняя поддержка предприятия. И от лица концерна тракторных заводов выразить благодарность, потому что без совместной работы, без движения в обе стороны, достаточно сложно поднимать предприятие. Татьяна Трофимова, Павел Рядков, Республика.